Слава Украине! Приветствую от Полонского! Итак, друзья мои, на России паника по поводу из-за Вагнера. Не то, что из-за Вагнера, но они боятся нового переворота, нового похода на Москву по типу того, как организовал Пригожин. Значит, ситуация такова, что ФСБ и МВД сейчас готовятся к возможному новому походу на Москву со стороны, я не говорю, что это именно будет Вагнер, со стороны каких-то недовольных ура-патриотов, скорее всего, которые попытаются смести власть Путина, заменить его человеком более понятным им по способу мышления. Что я могу сказать? Ну да, переворот на России будет. У них вообще власть никогда не менялась на выборах. Это не та страна, где власть меняется на выборах. На России, в СССР, в Российской империи власть менялась исключительно одним способом, путем переворота. Поэтому Путина сбросят с власти, естественно, путем переворота. Лично я не ожидаю и не думаю, что будет новый поход новый поход вагнеровцев или а-ля того, как это делали вагнеровцы на Москву. Нет, этого не будет. Просто потому, что, знаете, второй раз войти в ту же воду не получится. Второй раз поднять людей, массу людей, вооруженных тем паче, на бунт против царя, это довольно проблематично. Надо было делать это в первый раз. Хотя, в принципе, все может быть. Такая придуренная страна, что там все возможно. Нет, вопрос будет решен по-другому. Ну, с моей точки зрения, Путина уберет его собственная охрана. Они его каким-то образом нейтрализуют. Да, будут действовать по указке других людей. Это понятно, что сама по себе охрана Путина не несет никаких, так скажем, смысловой какой-то нагрузки. Но за деньги, они все продажные, за деньги, за какие-то льготы, я не знаю, за то, что они станут там, станут, может, в дальнейшем губернаторами, еще кем-то, еще кем-то, за должности, за возможность безраздельно в дальнейшем грабить, воровать. Они могут пойти на то, чтобы упыря убрать. Тем пати, что упырь уже старенький. И все понимают, что его песенка, собственно говоря, спета, что он ведет страну в Кирдык, что называется. И поэтому, с моей точки зрения, рано или поздно переворот на Россию будет. Также этот переворот вполне возможен после того, как российская армия посыпется окончательно на Запорожском направлении, а она уже начинает сыпаться. Мы все это прекрасно знаем, я только об этом рассказывал. Когда придет осознание того, что Крым уплывает назад в Украину, вполне возможно, что с Путиным порешают вопрос вот таким вот образом. Поэтому, в принципе, конечно, то, что ФСБ, МВД и так далее, силовые структуры, сегодня готовятся к тому, что будут свергать власть Путина, это да, это обоснованная боязнь. Но есть один нюанс. Скорее всего, у Путина они сами и свергнут.